К сожалению, в наше время все чаще и чаще счастливая семейная жизнь у двух людей омрачается известием о том, что один из них страдает, один из супругов страдает бесплодием. В связи с этим большое количество супругов желает усыновить приемного ребенка. О психологических особенностях при усыновлении говорим мы этим утром с Ксенией Тружковой, замдиректора Центра содействия семейному устройству детей, оставшихся без попечения родителей, подготовки и сопровождения замещающих семей Казани. Здравствуйте, Ксения. Здравствуйте. Усыновление очень ответственный шаг и мы предполагаем, что подготовительная работа очень серьезная проводится, и собеседование с родителями, и изучение их финансово-составляющей. Да, вообще какая подготовительная работа идет? Да, на самом деле принять семью ребенка это очень ответственный шаг для каждого человека, для взрослого человека, потому что они берут на себя всю ответственность за дальнейшую жизнь и судьбу этого ребенка. На сегодняшний день существует обязательно подготовка граждан, те, кто изъявили желание взять в свою семью ребенка, это школа приемных родителей. То есть с 2012 года каждый гражданин должен пройти подготовку. Программа включает в себя три блока, социально-юридический, психолого-педагогический, медицинский блок, да, где как раз таки люди имеют, так сказать, возможность оценить все свои силы, ресурсы, взвесить все за и против, да, понять, нужен ли им на самом деле ребенок. Но ведь отбирается туда, наверное, не любой, кто захочет, скажем так, все равно есть какие-то критерии отбора. Нет, пройти подготовку может любой гражданин, извивший желание. Он обращается в органы опеки по месту жительства, берет направление в школу приемных родителей и приходит уже, да. Вот когда записываются граждане в школу приемных родителей, конечно, там обязательно условие, это собеседование. Вот уже на первом собеседовании мы можем какие-то риски обозначить для человека, да, то есть увидеть сильные стороны человека, увидеть слабые стороны, да. Потому что на самом деле иногда люди, у них есть такие завышенные ожидания или розовые очки, например, да, они думают, что в детском доме сидит ребеночек, который ждет родителей, маму и папу, плачет, да, и вот они придут, его осчастливят, и все будет замечательно. На самом деле там очень много подводных камней, и нужна очень тщательная подготовка. А как идет отбор уже родителей? Отбор родителей осуществляют органы опеки, то есть они несут контролирующую функцию, да. Гражданам предъявляются некоторые требования. Кроме прохождения школы приемных родителей, они должны предоставить справки о заработной плате, справку о том, что нет судимости, медицинских противопоказаний быть не должно, да. Характеристики с места работы, вот, а также обследуют их жилищные условия у граждан, и уже после этого выносят заключение. Может ли... В возрастные рамки, есть ли какие-то... Да, по возрасту ограничения. Требований, конечно, возрастных, ну, таких не предъявляется. Ну, пенсионеры, вот, допустим. Пенсионеры тоже могут, да, просто там, конечно, им уже тоже обозначают риски. В любом случае смотрят и на их доход, и на их здоровье, да. Бывает такое, что, ну, бабушки и дедушки, например, могут взять под опеку своих внуков, например, да, то есть там нет таких требований, да. То есть если человек еще, в принципе, более-менее себя хорошо чувствует, то он может взять ребенка и опеку над ним. Медицинская, да, медицинская составляющая? Медицинская, да, конечно. Выносит вердикт. Ну, финансовая тоже, все-таки, если пенсионеры, да. Мы попробуем представить себе первую встречу родителей и ребенка, как она происходит? На самом деле граждане, конечно, те, кто приходят на первую будущие родители, когда приходят знакомиться с ребенком, не очень волнуются. Это самый волнительный момент, и даже если мы на занятиях это все обсуждаем и проигрываем, как прийти познакомиться с ребенком, что ему говорить, что принести, что подарить, как себя вести, как себя представить, конечно, родители, когда приходят, они очень теряются, очень волнуются. А дети тоже наверняка? Или дети более непосредственные? Ну, вы знаете, тоже тут очень по-разному. Дети тоже все индивидуальны. И бывает такое, что какой-то ребенок может пойти и сесть на коленочки к родителям, а кто-то может и спрятаться под стол, например, и там бояться вообще идти на контакт. То есть тоже все очень индивидуально. Да, понятно, что каждый ребенок тоже отдельный человек со своими проблемами, интересами и так далее. Да, вот мне интересно, как идет отбор детей и родителей, там же все равно какие-то вот... Существует федеральный банк данных детей и сирот, где будущие родители могут ознакомиться с детками, которые вообще есть, с детьми-сиротами, например. Подбором детей у нас в республике занимается Центр усыновления, Республиканский Центр усыновления, граждане туда обращаются и уже по фотографии могут посмотреть, например, они задают определенные параметры, например, кого хотят, мальчика или девочку, какой возраст хотят. Внешность, опять же, чтобы она приближена была, наверное, да? Да, то есть такие требования тоже они могут определить, например, цвет волос, цвет глаз, да? Но мы всегда говорим о том, что если, чем больше требований гражданин, так сказать, предъявляет к будущему ребенку, тем он себе сужает поиск. Например, если гражданин извил желание взять ребенка от ноля до месяца, да, то ребенка уже там двух-трех месяцев ему могут не предложить. А по сути, какая разница, не очень большая разница, да? Поэтому на занятиях школы приемных родителей вот эти моменты мы все обсуждаем, да, для того, чтобы граждане могли получить, ну, более расширенную информацию и больше возможностей. Представим, что все сложилось хорошо, родители, ребенок друг друга полюбили и стали одной семьей большим. Нашли друг друга, да. Нашли друг друга, да. Отслеживается ли потом взаимоотношение родителей и детей? Каким образом? При разных формах семейного устройства, да, идет контроль, конечно же. При усыновлении за семьей наблюдает в течение трех лет, при такой форме, как приемная семья, то есть несколько форм существует, да, там на протяжении всего пребывания ребенка в семье. То есть органы опеки могут прийти в семью, позвонить, спросить, как чувствует себя ребенок, как складываются у них взаимоотношения. Так, ну и в каких случаях органы опеки могут отказать в усыновлении? Или, может быть, усыновление уже произошло, но, да, ребенок по каким-то причинам... Вот по каким причинам может... Ну, если усыновление уже, например, произошло, да, это, конечно, очень грустный факт, но если в семье присутствует жестокое обращение над ребенком, да, то в таких случаях могут ребенка изъять из семьи. Это, конечно, бывает крайне редко, но такие случаи бывают, да. А отказать гражданам могут, ну, если у них есть наличие каких-то серьезных заболеваний, например, да, и вот по каким-то требованиям, которые органы опеки предъявляют, да, то есть какие-то справки они не смогли предоставить, да, у них нет жилья, то есть маленькая жилищная площадь, например, когда-то ранее была судимость, вот эти критерии, конечно же, могут быть. Мнение ребенка, мнение ребенка, вот что важно. Может ли ребенок отказаться от приемных родителей еще до усыновления? Или уже после, да. Или уже находясь в семье. До 10 лет согласие ребенка не спрашивают, согласие ребенка спрашивают с 10 лет, хочет ли он пойти в конкретную семью. Так, а то есть уже во время усыновления, ну, вот некомфортно ему, ребенок жалуется, либо убегает, либо... Ну, это крайне редко бывает, такое бывает, но желание ребенка в этом случае тоже учитывается. Ну, очень редкие случаи, когда ребенок может сказать, я не хочу проживать в этой семье. Ну, давайте закончим на хорошей ноте, Ксения, подтвердите счастье, правда? Продолжение следует...